Песня Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на ботике гостеприимного мичмана Северного флота Василия Васильевича с вами матрос Балтийского флота Светозар Игорь Яцков. Мы продолжаем цикл передач в рубрике «Давайте поговорим о родовой памяти». Сегодняшний выпуск называется «Такой еси» или, выражаясь сегодня современным языком, «Так есть». Мне хотелось бы привлечь ваше внимание к одному, не побоюсь сказать, историческому, поворотному событию в нашей сегодняшней жизни. Все мы с вами знаем, что на рубеже 2012 года сменилась эпоха. Это событие космического масштаба. И нам повезло родиться и жить в это время, наблюдать, как меняется сознание в сердцах, умах и душах людей. И особенно удивительно то, что мы сами, без чьей-либо подсказки, без указания свыше, без государственных постановлений, восстанавливаем наши исконные традиции, наши летописи, миропонимания наших предков, возвращаемся к своим корням, истокам и устоям. Разве это не магия, не волшебство, что мы с вами не только сознательно, я имею в виду без принуждений, но и абсолютно бескорыстно созидаем для нашего блага и для блага потомков наших, а в конечном итоге во благо всей державы? Возможно, еще и от того, что сердца наши, мысли и поступки входят в резонанс с теми светлыми энергиями, которые начали поступать из космоса, поскольку рукав нашей галактики, где расположена система Ярилы Солнца, в которой мы с вами и живем, выходит из области доминирования темных сил, темных энергий. Так вот, восстановление забытых традиций и возвращает нас к пониманию нашего великого прошлого, возвращает нас к корням. А если здоровые корни, то и дерево со всеми ветвями, листьями и стволом не сломить. В прошлой передаче, в этой и в последующих двух, я не раз буду обращать ваше внимание на тот факт, что ДНК реагирует на ассоциации, реагирует на ассоциативный ряд. Отчего же и возникают ассоциации? Прежде всего, от увиденного и от услышанного, от прочитанного. И тут в полной мере могут проявить себя люди искусства, писатели, художники, поэты, кинорежиссеры, музыканты, люди, увлекающиеся народными промыслами, резьбой по дереву, изготовлением предметов из металла, изготовлением оберегов и многим-многим другим. Ведь, как часто бывает, если мы что-то увидим или услышим впервые в жизни, и это увиденное или услышанное заставляет сопереживать или радоваться и испытывать забытую сопричастность к тому, что увидел или услышал. Что ты сам являешься частью этого действа? И в этой связи я не могу не упомянуть о великом русском художнике. Многие из радиослушателей наверняка знакомы с его творчеством. Это Константин Васильев. Он родился в 1942 году, и нелепая случайность оборвала его жизнь в 1976 году. Хотя многие считают, что эта нелепая случайность была спланирована его ненавистниками. Он прожил всего лишь 34 года. Но за это короткое время, благодаря тем живописным шедеврам, благодаря тем великим и могучим образом, которые он создавал на своих полотнах, у многих людей стала пробуждаться родовая память. Думаю, нет смысла перечислять названия его картин. Их нужно видеть. При желании любой из радиослушателей может в интернете посмотреть его работы. Конечно, творчеству этого великого художника должна быть посвящена отдельная программа. А пока вкратце скажу, что у него было еще одно имя – Великорос. Его он получил, пройдя обряд имянаречения. Было это более 40 лет назад. И я думаю, что в то время лишь единицы знали о существовании такого обряда, как имянаречения, в результате которого человек получает два имени. Одно – общинное, другое – тайное, которое знает только он один. Тайное имя не знает никто, ни жена, ни родители, ни дети. И общинное, и тайное имя помогают в выборе жизненного пути, в понимании предназначения человека, чем ему в жизни нужно заниматься и по жребию, и по таланту. На первый взгляд может показаться, что это простое дело. Я имею в виду сам обряд имянаречения. А на самом деле человеку, который его проводит, необходимо обладать огромным талантом, знаниями, опытом и, конечно, огромной положительной энергетикой, иначе говоря, даром свыше. На сегодняшний день таких людей по-прежнему мало. Я бы сказал, единицы. Один из них – Шварев Вадим Олегович. Психолог, бизнес-консультант, тренер сверхвозможностей, сертифицированный НЛП-практик. В 2007 году избран почетным академиком Славянской академии наук в городе Харьков за восстановление традиций и личный вклад в сохранение здоровья нации. Автор книги «Освободись от подсознания» является автором метода абсолютной защиты от скрытого манипулирования и гипнотизации. Владеет уникальной способностью пробуждать генетическую память у любого человека. Память, в которой сохранена информация о всех развитых способностях предков рода. Проводит семинары и тренинги по авторской программе, где развивает экспресс-методом особые способности мозга и возможности организма человека на основе пробуждения генетической памяти. Обучает целительству и сверхскоростному лечению многих и многих заболеваний. Так вот, в имя наречений Константин Васильев получил общинное имя «Великорос», что само по себе говорит о многом. И мы с вами, уважаемые радиослушатели, можем только представить, как трудно было ему в то время заниматься творчеством, тема которого была практически запрещена. Еще в студенческие годы мне в руки попал журнал, по-моему, это был журнал «Юность», и в нем я впервые увидел репродукции некоторых картин Константина Васильева. Я долго вглядывался в эти сказочные образы, как будто проникал в саму картину и находился в том времени. Закрыв журнал, через некоторое время вновь и вновь открывал на тех страницах, где были изображены эти картины, и подолгу не отводил от них глаз. Позже я узнал, что картина, которую мы знаем как «Человек с филином», изначально называлась «Велес», но это название было запрещено в то время. В ней также зашифрован огромный смысл. И если совсем коротко, то на этой картине «Велес» идет для того, чтобы отогреть и разбудить замерзший спящий лес. А замерзший спящий лес – это люди, не знающие великого прошлого своих предков, не ведающие великого опыта и знаний, которыми они обладали в прошлом. Ну и плетка или нагайка, конечно, для наказания тех, кто этому препятствует. Так вот, те ассоциации, которые возникают, глядя на работы этого великого художника, и позволяют будить родовую память, являются основой для ее пробуждения. Конечно, необходимо отметить и порадоваться за творчество наших современников, таких художников, как Игорь Ажиганов, Всеволод Иванов, Борис Ольшанский, творчество которых также пронизано глубинной памятью и любовью к великому прошлому нашего народа и заслуживает всяческих похвал и уважения. Ну а массовая культура, конечно, тесно связана с песенным творчеством. Вернее сказать, что песня занимает лидирующую роль в массовой культуре. И во всем многообразии песенного жанра все увереннее заявляют о себе авторы, создающие свои произведения, опирающиеся на традиции и устои наших предков. В сегодняшней программе прозвучат несколько моих песен, написанных на ведические обрядовые тексты, посвященные нашим светлым богам. Песня, которая прозвучит сейчас, посвящена Вышнему Богу Купале. Купала дает человеку возможность сотворить всякие омовения и проводит обряды очищения телес, души и духа от различных хворей, болезней. Бог, наставляющий на радостную и счастливую жизнь, этот красочный праздник отмечает 9 июля. В этот день очищает тело водой, окунаясь под воду 9 раз. Затем очищает душу, возжигает большие костры и все прыгают через эти костры, ибо огонь сжигает все хвори и очищает ауру от всяких темных сущностей, налипших на нее, а также очищает душу. И третье очищение – это очищение духа. Достигается оно путем охождения босиком по горящим углем. Затем пускает по реке плотики с зажженными свечами, на которые предварительно наговаривают свои желания. Желания, от чего хотят избавиться. Поскольку праздник Купала будут отмечать 9 июля, и еще предостаточно времени до этого события, может, мы успеем выпустить программу, посвященную этой дате. Ну, а если не получится, тогда предлагаю вашему вниманию песню, посвященную Вышнему Богу Купале, послушать прямо сейчас. Святый день Бога Купала От великого и до мало Собирайтесь, очищайтесь Собирайтесь, очищайтесь Во святой лице, во святым огнем. Забирайтесь, очищайтесь Славься, Боже, наш Пирун, Славна птица Гавайон, И все предки наша, Лада Матерь наша. Славься, Боже, наш Сварог, Да с горстый твой чертог, И небесный выри, Свят текущий Ири. Отчая огнем от вода, Очищает нас всегда От нечистого Силой чистого Во святой рецепт Во святым огне От нечистого Силой чистой Славься, Боже, наш Пирун, Славна птица Гавайон, И все предки наша, Лада Матерь наша. Славься, мудрый Бог Сварог, Да с горстый твой чертог, И небесный выри, Свят текущий Ири. 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 Рассветай, Пируна, в цвет И даруй на много лет Огради ты нас Свят великий спас Во святой земле Во святым огне Огради ты нас Свят великий спас Святый день Бога Купала От великого и до мала Собирайтесь Очищайтесь Святый день Бога Купала От великого и до мала Собирайтесь Очищайтесь Святый день Бога Купала От великого и до мала Собирайтесь Очищайтесь Святый день Бога Купала В каждой из четырех передач под общим названием Давайте поговорим о пробуждении родовой памяти Мы будем обращаться к одной из четырех главных стихий В прошлой программе мы говорили о стихии воздух И звучала песня, посвященная стри Богу А сегодня обратимся к стихии вода Покровительница воды богиня Дана Стихия вода символизирует собой будущее, по которому идет человек В нашем организме вода наполняет каждую клеточку День богини Даны отмечает 6 января В этот день читает обращение к государине в воде матушке К матери водяной заступнице К водяным дедам да прадедам Славит богиню Дану И приносит ей живое молоко Выливает это молоко в воду Также в этот день вырубает прорубь И совершает омовение, несмотря на любую минусовую температуру Погружается в воду с головой три раза Дана несет больше богатства Несет улучшения в судьбе 6 января это самый сильный день воды Несмотря на мороз, вода несет в себе огонь И обжигает тело После омовения тело действительно становится Как после загара И что особенно важно В этот день Дана омывает все родовое древо Тех людей, кто совершает омовение В этот день также принято бросать в воду монетку Читая при этом определенный заговор На прибыток и достаток Итак, давайте послушаем песню Она посвящена богине Дане От семи ключей Через семь морей Пред моих очей Отворись ручей В том ручье вода Забурли жива Вода ты водится Стань моей сестрицей Я с тобой пойду Силу поведу Ах, воробу всю Смою, спалащу Развеши водиться Мне от зла умыться Чтоб краса не вяла Грусть Носка Не брала Чтобы черный сглаз Сгинул Сей же час Посови водица Песня Светлая сестрица Светлая сестрица О чести чиста А святи и ста Чтоб краса не вяла Грусть Пусть тоска не брала. От семи ключей через семь морей Пред морихачей отворись ручей. В том ручье вода, забор лежева. Вода, ты водеца, стань моей сестрицей. Какова да камень точит, так и слово мое до веку пророчит. Какова да камень точит, так и слово мое до веку пророчит. Какова да камень точит, так и слово мое до веку пророчит. Какова да камень точит, так и слово мое до веку пророчит. Да-на-да-на-гой, 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 гой-ма. Знаете, есть такое мнение, что в тексте уже заложена мелодия. И автору лишь остается максимально дать ей раскрыться. Это что касается мелодии. А вот слово, слово это великая сила. Один человек при помощи правильного подобранного слова может поменять мнение и настроение сотен, тысяч и даже миллионов людей. Из группы трусов сделать войско отважных людей. Из определенного числа отчаявшихся и опустившихся сделать общество созидающих, мыслящих, трудолюбивых, богатых людей. Думающих о будущем своих потомков и державы в целом. А народ, крепко стоящий на позициях любви к своей родине, к своему великому прошлому, к будущему своих потомков, не перекодировать, не переформатировать сознание, не изменить вектор поступательного развития, как материального, так и духовного. Еще раз повторю, что именно опора на древние традиции. Ведь благодаря им в наследство нам осталась наша земля, наша держава. Тысячи лет ее сохраняли и умножали наши мудрые предки. Так вот, именно опора на древние традиции, коны, на умение отделять правду от кривды не позволит всем желающим увидеть в нашем народе безудержное общество потребления, не позволит стать иванами родства непомнящими. Питаться и справлять естественные потребности организма умеют и животные. Я уже говорил, что песни в моем альбоме, который называется «Эпоха Волка», в основном написаны на древние ведические тексты, многие из которых адаптированы под современный русский язык. В своем большинстве они посвящены нашим древним и светлым богам. Песня, которая прозвучит сейчас, называется «Коляда». Вышний бог Коляда управляет переменами в жизни. В древние времена Коляда даровал нашим предкам систему исчисления сезонного времени для ведения полевых работ. Календарь, само слово «календарь» происходит от слов «Коляды дар». Также Вышний бог Коляда оставил нам свои мудрые заповеди и наставления. Коляду часто изображали с мечом в руке, причем клинок меча был обращен острием вниз. Меч, обращенный острием вниз, в древние времена означал сохранение мудрости богов и предков, а также незыблемое следование небесным законам, как это установлено богом Сварагом для всех чертогов Сварожьего круга. Праздник в честь бога Коляды приходится на день зимнего солнцестояния. Этот праздник также называют менари, то есть день перемен. В праздник ходили по дворам группы мужчин, облаченных в шкуры различных зверей. Их также называли ряженые или дружинами Коляды. Они пели гимны, прославляющие Коляду, и устраивали особые хороводы вокруг больных людей, чтобы исцелить их. Итак, песня Коляда. 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 Славим, Божечка, ляда Ясно в небе звезда Благословим, Коляда Слага синяя вода В зиму я вися сюда Будет горе не бинтат Солнце приноси всегда Укрывай снега сада Веселись во все годах Не морозь на шестада Гои делики каладам Азари арикадам Славим, Божечка, ляда Ясно в небе звезда Благословим, Коляда Слага синяя вода В зиму я вися сюда Будет горе не бинтат Солнце приноси всегда Укрывай снега сада Веселись во все годах Веселись во все годах Не морозь на шестада Гой великий каладам На дария арикадам От калады до калады Славен, Божечка, ляда Славен, Божечка, ляда В прошлой программе я уже говорил Что после того, как принял решение Переложить на музыку древние наши тексты Стали появляться люди Которые от чистого сердца Помогают в реализации Этого благого начинания Со временем появился канал в ютюбе Который называется Светозар Игорь Яцков Его разработал И постоянно пополняет Новыми видеоклипами Лекциями Александр Суворин Гитарист, который всегда принимает Участие в наших совместных концертах Но а все программы Которые я веду Записываются на студии У Дмитрия Цверианишвили Он же продюсирует Второй мой альбом И некоторые песни из него Прозвучат в последующих Двух программах Песня, которая прозвучит сейчас Посвящена Дождь Богу Еще говорят Дающий Бог И в связи с этим Давайте вкратце поговорим О празднике, который мы Отмечали недавно 7 апреля Это Пасхет С древних времен Как гласят веды Существовал у славян Великий праздник Пасхет Он так переводится Путь асами Ходяше есть Твердо сотворение Который праздновался В честь завершения 15-летнего исхода Славяно-арийских Родов из доарии Про родины Наших предков Легенды и традиции Вет Говорят нам Об этом событии Следующее Что Ну уже на сегодняшний день Получается Около 112 12 тысяч лет назад Существа Кащеи Захватили Один из спутников Мидгард-Земли Планеты Земля Луну Лелю И устроили на ней Своё гнездо С неё Они Спускались на землю И терроризировали народы Населяющие её И тогда Великий Тарх Дождь Бог Уничтожил Луну И пала она на землю Огненным дождём Из-за падения обломков Луны На землю И изменения Магнитного воздействия Произошло Смещение оси Вращения земли И она начала Свои Маятниковые колебания Вследствие всего этого И начался Великий потоп Описанный Также И в Библии Но с большим Искажением Погрузивший Великую Дарию В пучину океанов Но многие Из родов Арийских Успели Спастись И перейти По каменному Перешейку Ерипейским Горам На континент 15 лет Длился этот Исход На 16 Лето Был основан Великий город Асгард-Ирийский Нынешний Омск И началось Великое Расселение Ариев По всей Мидгард-Земле В честь Этого события И появился Праздник Пасхет На праздник Этот Также было Принято Печь Куличи Как символ Мужской силы И плодородия Именно поэтому Он имеет Вытянутую форму И сверху Его Принято Поливать Белым кремом Из взбитых Яиц И творожный И творожный Пирог Который Сейчас Называют Пасхой Как символ Женского Плодородия Символ Мужской силы И плодородия У славян Обозначается Словом Кол Прямой перевод Как Стержень А женской силы Словом Кола Круг Отсюда И форма Угощений Одна из заповедей Бога Сварага Гласит Почитайте Пасхет И помните О пятнадцатилетнем Переходе Из Дарии В Рассению Как на шестнадцатое Лето Предки наши Славили Род Небесный За спасение От потопа Великого Светлый Бог Дашбог Тарх Перунов Сын Прибывший С Ингард Земли Не позволил Кощеям Напасть На Мидгард Землю Он Нанес По Леле Удар И уничтожил Силы тьмы Но при этом Разрушилась Леля И коль мы Заговорили О Дашбоге Я Хочу прочесть Сейчас Заповеди Которые Он Оставил Для своих Потомков Оставил Для нас Итак Заповеди Тарха Дашбога Кто имеет Благословение Бога Перуна На Союз Семейный Да Не будет Между Ними Ни Рати Ни Фатты Кто Отдаст Часть Души Своей Чадом Тот Не уменьшил Душу Свою А Приумножил Ее Кто Любовь Расточает Тот Ее Потеряет А Кто Любовь Излучает Тот Ее Умножает Ведайте Люди Родов Расы Великой Что Надобно С любовью И добротой Относиться Ко всему Живому Созданному На Мидгард Земле Кто Приласкает И Обогреет Чадо Сироту Тот Деяние Малое Совершил А Кто Обогрев Дал Кров И Приучил К Трудолюбию Тот Деяние Большое Совершил Кто Не Поддерживает Роды Свои И Веру Свою В Часть Годины Тяжкой Тот Отступник Рода Своего И Не Будет Ему Прощения Во Все Дни Без Остатка Пусть Во Всех Деяниях Ваших Совесть И Законы Рода Будут Мирилом Всего Отторгайте От себя Мысли И Деяния Чужеземные Кои Ведут В Пекло Безмерное Почитайте Веды Древние И Пусть Слово Вед Живет На Устах Ваших Сохраняйте Жизнь Родичей И Ближних Ваших И Обрящите Помощь От богов Вышних Ваших Кто Оберегает Чадо Свое От Созидательных Деяний Тот Губит Душу Чада Своего Кто Потакает Прихотем Чада Своего Тот Губит Великий Дух Чада Своего Веды Познаются Через Живое Слово Ибо Только Живое Слово Раскрывает Смысл Сокрытый Ведах Не Губите Природу Вашу И Кровь Родов Ваших Ибо Это Две Великие Силы Кои Дают Возможность Продолжать Существование Древним Родам Вашим Помните Чадо Родов Расы Великой Что Семейный Союз Созданный Без Божьего И Родительского Благословения Не Защищен От Страданий И Непониманий Наши Мудрые Предки И мы Сейчас Обращаемся К нашим Светлым Богам Как Своим Родителям Отцам Дедам И Прадедам Вот Послушайте Как Обращается К Даждь Богу Даждь Бог Дед Наш Светодаритель Светодаритель Правды Хранитель От Тебя Правда Утвердилась От Тебя Вся Русь Народилась Итак Давайте Послушаем Песню Даждь Бог Даждь Дед Наш Светодаритель Светодаритель Правды Хранитель От Тебя Правда Утвердилась От Тебя Вся Русь Народилась 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 Голова От Тебя От Повец Через Наши Сердецы Голова Голова Светодаритель 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 Народилась Дождь 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 Божья Во земле Пригожа Яре Ясное Солнце Красное Злобу Сожигай Жито Согревай Тепло Попригрей Своих Сыновей Своих Сема 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 Дождь Божья Отец День Бо Небе Дец Голова От Вец И Повец Через Наши Сердецы Голова Голова Через Наши Роцы Помит Твои Вноцы Голова Дождь Божья В небесе Радости Нам Несек Голова 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 Редактор субтитров Уважаемые радиослушатели, в сегодняшней программе мы с вами продолжили разговор о наших древних текстах, о славлении богов и предков, о том, как ассоциации от увиденного, от услышанного влияют на пробуждение родовой памяти. Следующая программа выйдет под названием Тако Буде, что означает так будет. Если программа сегодняшняя вам понравилась, расскажите о ней своим знакомым и друзьям. Если кто-либо из вас или ваших друзей, знакомых захочет принять участие в развитии этого музыкально-культурного песенного проекта, связывайтесь со мной через канал в ютюбе или через страничку в контакте Светозар Игорь Яцков. Присылайте свои вопросы, пишите комментарии, с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал в ютюбе, на страничку в контакте. С вами был Светозар Игорь Яцков. Всем здравия! Здравия чадам великим и младым! Быть добру! Святозар Игорь Яцков . Углата Игорь Игорь Яцков . Продолжение следует...